Затерянная в горах село Ахштырь известна на весь мир двумя огромными карьерами, в которых добывался гравий для строительства олимпийских объектов. Разработки горной породы в самом центре Сочинского национального парка превратили Ахштырь в линию фронта. С одной стороны местные жители, с другой государственная корпорация Олимпстрой. Чья многотонная техника штурмовала горы днем и ночью на протяжении семи лет. За год до начала игр деревянный дом Бабы Нади не выдержал натиска большегрузных самосвалов. Ковыляя по разбитой грузовиками Ахштырской дороге, Баба Нади сломала ногу. До сих пор передвигается с помощью костыля и жалуется, что добраться в город к врачу не может. В Ахштырь, как и год назад, автобус заходил лишь рано утром. Чтобы попасть в школу, детям приходится преодолевать Олимпийскую автожелезную дорогу, отрезавшую село от цивилизации. Одинокая Баба Надя, которой всем миром построили этот крохотный домишко, живет в постоянном страхе. Все, видите, перекривилось все, все рушится. Печечка такая, я ее растоплю тепло. Как перестала топить железная печечка, вот зайдете сейчас, глянете. Я всю ночь не сплю, и замок у меня не закрывается. Хотя эта собака, он на людей не гавкает, ему только играть-то надо. Кто-то зайдет, мало ли что. Забытый богом поселок заинтересовал сочинские власти сразу же после Олимпиады. Старост Ахштыря Александр Коропов вдруг обнаружил любопытство городского начальства к собственному наделу. Под предлогом, что дом Коропова якобы построен на землях национального парка, сочинская мэрия решила прибрать 20 соток и подсобное хозяйство к рукам. Дом мешает обеспечивать безопасность автодороги из Атлера в Красную Поляну. Мне чиновники вот эти вот во главе с нашей администрацией и во главе с солимстройскими вот этими чиновниками, они мне просто обманули, они мне сделали бомжом. Или у меня здесь гостиница, вы же видите, я занимаюсь здесь сельским хозяйством, больше ничем. Я еле существую здесь, можно сказать. Андрей Королев, Настоящее время, Сочи. Сочи.